Значит, что касается БАДов и лекарственных средств. Ну, с точки зрения каких-то нормативных моментов, два слова буквально, то есть лекарственное средство, для того, чтобы оно было зарегистрировано как лекарственное средство, оно должно пройти сложнейшую, очень длительную и очень дорогую, что самое важное, процедуру проверки, сначала на животных, потом на людях и так далее. То есть, в общем, цена создания лекарственного средства, она исчисляется миллионами долларов, как правило. Что касается БАДов, то есть БАД биологически активная добавка к пище. И процедура регистрации БАДа, она очень маленькая и очень недорогая. И при этом он похож на лекарственное средство. И зачастую к БАДам предписываются какие-то там, так как это не регулируется, в лекарственное средство четко, вот что на что оно действует, ни на какие другие вещи написать не сможешь, то в БАДах это регулируется очень слабо. И поэтому очень много БАДов, которые по факту это добавка к пище. Да, она цена только тем, что вы какой-то компонент, вы не получаете какие-то микроэлементы, вы какие-то таблетки или капсулы, в которых водоросли, например, морские, которые действительно богаты микроэлементами, вы их употребляете. Да, все здорово. Но если говорить о том, что вот эти вот таблетки, которые содержатся в водоросли, они, значит, лечат рак, это безумие, это неправда. Поэтому, конечно же, темы БАДов жесточайшим образом дискредитированы. И там появилось действительно очень много мошенников, которые предписывают какие-то вот такие свойства, которыми БАД по факту не обладает. Самое безумное и чудовищное, что там есть пенсионеры, у которых очень мало средств, которые на последние деньги покупают вот эти вот вещи, какие-то БАДы, в надежде там решить какие-то проблемы для здоровья. Но БАД, сама формулировка БАДа, то есть, например, какая-нибудь компания или какой-нибудь разработчик, у которого есть очень интересное средство, которое он разработал, у него не хватает средств для того, чтобы зарегистрировать его как лекарственное средство. Но он может сделать из него БАД. И этот БАД будет действительно очень интересен, функционален, и тогда главное, чтобы он не вредил человеку. И поэтому жестко регламентировать БАД, с одной стороны, вы избавитесь от мошенников, с другой стороны, вы не дадите возможность каким-то очень маленьким компаниям, которые не имеют бюджетов больших, разрабатывать новые продукты. А с другой стороны, вот как сейчас дать такую свободу БАДам, мы в итоге видим вот это вот безумное увеличение цены, с одной стороны, и с другой стороны абсолютно недоказанный эффект для этих средств. Поэтому мне кажется, что понятно, что было бы здорово, чтобы была какая-то золотая середина, которой, естественно, сейчас невозможно. Поэтому самое важное, это какое-то законодательное четкое регулирование, что пишется в БАДах, каким образом оно воздействует на человека условно, чтобы ему не предписывалось каких-то свойств, которыми оно не обладает. Но жестко зажимать их прямо так, чтобы превращать их по факту в лекарственные средства, это, мне кажется, тоже неверно.